Привет, с вами Криптонист. В этой теме мы познакомимся еще с одним полезным приложением, которое повысит уровень безопасности при получении средств. Поехали! Приложение HODL предназначено для проверки и ввода публичных адресов через аппаратный кошелек. Это обеспечивает наивысший уровень безопасности, так как все действия осуществляются через аппаратный кошелек. Способ подстановки адресов через приложение HODL имеет ряд существенных преимуществ, чем при копировании с различных источников. Невозможно допустить ошибку при копировании адреса. Перед выбором адреса вы выбираете криптовалюту, потом тип счета, потом адрес. Это добавляет осознанности действий. Профилактика фишинга и замены адреса злоумышленникам, так как после подстановки вы можете сверить его с адресом на дисплей кошелька. Перейдем к загрузке приложения. Для загрузки можем воспользоваться либо приложением Ledger Manager, либо приложением Ledger Live. Я воспользуюсь им. Заходим в менеджер, находим приложение HODL и нажимаем кнопку install. И после чего на дисплей кошелька у нас должна появиться иконка приложения HODL. Стоит отметить, что как и с Passport Manager, приложение работает на нескольких раскладках клавиатуры. Давайте мы зайдем на него в settings и здесь точно такие же есть раскладки QWERTY, QWERTYL и AZERTY, которые приняты во Франции, Бельгии, Швейцарии. Вот я оставлю QWERTY. Выйдем отсюда. Для того, чтобы выбрать адрес, заходим в меню. Здесь мы выбираем криптовалюту, например, биткоин. Далее нам предлагается выбрать формат адреса. Про формат адресов я расскажу чуть позже, а пока идем далее. И здесь есть три варианта. Я выберу segwit. Далее мы переходим в последний этап, где требуется ввести путь вывода 00. Я пока ставлю такой, а о путях вывода я тоже чуть позже расскажу. Сгенерируем адрес. Для этого я перейду в Word файл. Вот я подставил курсор. Обязательно нужно убедить, что раскладка у нас английская. И нажимаем кнопку Generate. Подставился адрес. Теперь необходимо сверить этот адрес с тем адресом, который у нас отображается на дисплее кошелька. В 99,9% он будет совпадать, но в случае, если вы работаете на зараженном компьютере, следует обязательно перепроверить адрес. Помните, что кошелек всегда показывает подлинную информацию. Проверяем его. Подтверждаем действие на кошельке. И все, можно поздравить себя, так как это была эталонная подстановка адреса. Да, это долго, медленно, но зато допустить ошибку здесь маловероятно. Я хотел затронуть еще вопрос путей вывода. Вот эти вот значения 00, так как много пользователей криптовалютных кошельков в это вводит в заблуждение. На самом деле достаточно простая тема. Если коротко, то в данном примере первый уровень, первый ноль, означает порядковый номер счета, а второй уровень порядковый номер адреса. Например, когда я хочу использовать счет, ну, например, адрес следующий, то мне необходимо выбрать Next Index. И тогда меняется порядковый номер адреса. Вот второй адрес, третий адрес, четвертый адрес. Если я хочу изменить порядковый номер счета, то мне необходимо нажать на Next Account, и тогда подставляется следующий порядковый номер счета. Для возврата по аналогии Previous нажимаем кнопку, и мы возвращаемся на предыдущий аккаунт или предыдущий адрес. Количество счетов и адресов огромное количество, оно исчисляется миллиардами. И вообще полные пути вывода выглядят следующим образом. В приложении HODL мы меняем значение третьей иерархии и пятой. Если вам интересно узнать про пути вывода подробно, то я рекомендую посмотреть наше видео «Читаем пути вывода HD кошельков». Ссылка будет в описании к видео. После просмотра этого видео вы сможете считывать нужную информацию с путей вывода. Существует также один недостаток, который я заметил в приложении HODL. Это то, что невозможно понять, какие адреса мы использовали, а какие нет. Дело в том, что если мы будем использовать повторно адреса, то мы теряем свою конфиденциальность. Поэтому здесь, видимо, надо примерно помнить, какие адреса счета мы использовали, а какие нет. Перейдем к форматам адресов. Я буду говорить про форматы биткоина адресов. Есть монеты, которые также поддержали Seguid и, в принципе, у них история практически идентичная. Все адреса биткоина, которые мы увидели здесь. Я сейчас покажу. Так, мы отсюда выйдем. Да, биткоин, Legacy, Seguid и Back32. Эти все адреса между собой совместимы. Правда, стоит отметить, что не все кошельки поддерживают новые форматы адресов. Это Seguid и тем более Back32. Напомню, что Legacy – это адреса, которые начинаются с единицы. И транзакции с этими адресами значительно дороже, чем транзакции в адресах Seguid. Seguid-адреса начинаются с тройки. Это составные адреса. Они являются временным решением, которое позволяет совместить работу всех кошельков. Стоимость транзакции в Seguid-адресах значительно дешевле, чем в Legacy. Но настоящими оригинальными адресами Seguid являются Back32. Back32 были определены в BIP-173. Эти адреса начинаются с символов BC1. И список кошельков – это вообще новые адреса, и не все кошельки их поддерживают. Список мы можем посмотреть на Википедии. Адреса, если использовать Back32-адреса, они будут еще дешевле, чем в Seguid-овские. И мы видим, что здесь не так много кошельков поддерживают Back32. Если мы говорим про горячие кошельки, то это Bitcoin Core, Bitcoin Notes, Electrum, Samurai Wallet, Coinomi. Если мы говорим про аппаратные кошельки, то они поддерживаются только при интеграции с Electrum. И здесь у нас наша тройка, Трезер, Лайджер и Битбокс. Титки пока еще не внедрился. Если мы говорим про онлайн-кошельки, то это только CoinBee. Очень хороший кошелек, ручной. Подходит для знакомства с блокчейном, с тем, как работают блокчейны и транзакции. И биржи тоже. Здесь всего две биржи, которые работают с Back32-адресами. Я даже не знаю, что это за биржа. Liberal Coins и World Time. Что еще? А, и да, не все обозреватели блокчейна также работают с этими адресами. Вот и Blockchain Info не совсем корректно отображает их. Поэтому, если вы хотите увидеть историю транзакций по адресу Back32, то следует воспользоваться вот одними из этих поставщиков данных. И напоследок я хотел бы сказать, что будьте внимательны при импорте XPUB-ключа Segwit аккаунтов в кошелек, который не поддерживает Segwit адреса, так как в этом случае сгенерируются неверные публичные адреса. Отсюда рекомендация перед использованием любым кошельком онлайн, горячий, аппаратный и так далее. Обязательно уточняйте, с какими форматами адресов работает тот или иной интерфейс, чтобы избежать нежелательных ситуаций. Спасибо вам за просмотр видео. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях. С вами был Криптонист. Пока!